Она хотела бы жить на Манхэттене. Очередной скандал с застройщиком, не выполнившим обязательства, назрел в Карганде. Жилищный комплекс в 9 этажей на 72 квартиры с красивым названием должны были сдать еще в прошлом году. Однако пока возведено только 2 этажа и стройка заморожена. Ирина Вобещевич расскажет подробнее. Через започечный центр мы узнали, что здесь строится дом. Здесь, когда взливали только котлован, мы сразу давлили. Положили 121 миллион 638 тысяч. Это какая сумма? Это вся сумма, полностью мы вложили все деньги. Я говорю, мы продали квартиру. Сейчас в данный момент я снимаю квартиру с двумя детьми. И ждем уже какой год, второй год. Нам обещали в 2023 году, что нам уже дадут ключи от квартиры, мы переедем сюда. В подобной ситуации, как Жанагуль, 18 вкладчиков строительства ЖК Манхэттена на Татимбета 10Б. Кто-то частично вносил деньги в долевое строительство, кто-то отдавал полные суммы. Застройщик ТО «Капиталстрой-21». С их слов не выходит на связь. Ранее заявив, что нет средств дальше продолжать стройку. Айша Сулейменова, мать четверых детей, вложила 19 миллионов. Столько пострадавших, все многодетные. Кто продал квартиры, кто сейчас снимает. Представьте, второй год квартиру снимать. Застройщик не идет навстречу. Он, как вы сегодня видите, он сегодня не подъехал на стройку. Он знал, что будет сегодня такая пресс-конференция. Когда стройка встала, вкладчики начали выдвигать претензии к консалтинговой компании, которая была привлечена застройщикам для того, чтобы агитировать людей покупать квартиры в этом доме. Сама директор компании и некоторые сотрудники тоже вложились и являются тоже пострадавшими. В принципе, дом по рекламе очень хороший, качественный. Но тут, получается, идет со стороны застройщика недобросовестность. Он, во-первых, когда предоставил нам документы, то есть техусловия, документация, лицензия на строительство, чуть позже он нам предоставил талон на строительство, все это было. Акт на землю, кадастровая справка, что это земля, его это все было. Но с октября месяца этот дом встал и на втором этаже стоит до сих пор. Восемь месяцев длится каждый день одно и то же о том, что он говорит, что ищет инвесторы, ищет кредитную линию. И вот вводит заблуждение как нас, так и дольщиков. Когда начались проблемы, выяснилось, что застройщик купил землю у некоего собственника в расстрочку. В августе прошлого года он не смог расплатиться. Не исключена возможность того, что хозяин может аннулировать свой договор. И тогда этот весь земляный участок будет приезжать к хозяину, а капитал строй 21 должен будет снести это все. То есть тем самым, получается, наши дольщики могут остаться без ничего. Ранее застройщику было направлено досудебная претензия по возврату денежных средств. Меж тем был дан ответ, что якобы возьмут кредит в апреле-май и уменьшат стоимость квадратных метров. В отделе земельных отношений напомнили, что еще весной прошлого года в опубликованном списке компаний, которым запрещено привлекать деньги дольщиков, был и этот ЖК. На территории города Гараганды у нас лишь одна компания имеет разрешение на привлечение денег дольщиков. В настоящее время рассматриваем вопрос, собственник рассматривает вопрос по продаже данного объекта другим строительным компаниям, но с условием исполнения всех взятых на себя обязательств по привлеченным деньгам, то есть перед гражданами.